Сразу предупреждаю, если стоите, то лучше присядьте, если уже сидите, держитесь за что-нибудь готовых. Минздрав России дал разрешение на проведение клинических испытаний нового препарата для лечения ботулизма. Дальше интереснее. Разработанного вы не поверите. Центром имени Гамалея об этом сообщил не кто-нибудь, а целый министр здравоохранения Мурашко. А вообще у нас куда ни ткни везде этот магический центр Гамалея с его замечательным кудесником Гинзбургом. Не прошло и трех недель с момента, когда стало известно об отравлении жителей нескольких российских регионов, протухшей фасолью пару недель назад. Мы с вами впервые услышали это слово ботулизм. Ага, у этих самогонщиков уже и вакцина, отданные на пасти готова. Браво, танцующий мы начинаем! Россияны меж тем могут начать блокировать банковские счета за хулиганство и фейки об армии. Власти готовятся расширить список уголовных статей, по которым Росфинмониторинг получит право вносить подозреваемых и обвиняемых по вот этим вот статьям, в том числе и в перечень лиц, причастных к экстремизму и терроризму. Также все это может коснуться обвиняемых в совершении преступлений по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной, религиозной ненависти или вражды, либо по мотивам ненависти в отношении какой-то социальной группы. В пояснительной записке к данной инициативе говорится, что она разработана в рамках исполнения указа президента и направлена на снижение экстремистских проявлений в обществе. Пока, впрочем, это еще не законно, всего лишь предложение. Однако данное предложение уже одобрено правительственной комиссией. В ближайшее время его передадут в Госдуму, насколько я понимаю. Ну, а настрой некоторых депутатов вы и сами знаете, каким бывает, поэтому примут, не примут такое себе гадание. И вот я хотел бы, чтобы в этом нашем обществе, которое сегодня доверяет на 80% президента, а это именно тот показатель сплочения, которое есть на сегодня, что вся вот эта вот гниль, которая осталась, она должна быть, ну, если не изолирована, то хотя бы как-то уничтожена. На самом деле я-то опасаюсь, что вот эту вот всю историю, если она станет законом, конечно, некоторые опять перевернут с ног на голову и начнут использовать, применять для расправы, скажем, над неугодными, несогласными, для преследования политических оппонентов, для устранения бизнес-конкурентов, да мало ли. Мы же все это уже проходили, это Россия, и здесь всегда найдется какой-нибудь желающий заказать того, кто ему не нравится. Найдется и другой желающий состряпать дело за деньги, например, пользуясь размытостью формулировок, скажем, еще раз, мы это проходили. За премьерами далеко ходить не надо, откройте учебник нашей любимой истории, отмотайте его. На 80 лет назад всего почитайте про репрессии 30-х годов, про то, сколько человек приговорили к исключительной мере наказания, скольких в лагеря отправили, скольких высылали с насиженных мест. Не хотите читать кино, посмотрите, снятое, к слову, при поддержке правительства Российской Федерации. Кстати, сегодня также мы с вами знаем, что многих врагов народа записывали во враги просто так. По доносу, читай, по заказу, эти люди после были реабилитированы, в том числе, кстати, Владимиром Путиным. Сейчас, не 37-й год, правда? Чего хочешь, то и говори, тем более в интернете. Черный воронок за тобой завтра не приедет. Это совершенно очевидная вещь. Да чего прятаться-то? А впрочем, есть у меня для вас и хорошие новости. Почему? Ну, почему данные законопроекта могут отложить в долгий ящик, скажем? А то и вообще отклонить, не принять. А дело в том, что у любой, даже у самой неприятной ситуации, всегда существует обратная сторона медали. Мы как-то все время забываем о том, что инициатива очень часто бьет по самому инициатору. История, опять же, оная подтверждает. Ну, раз об истории уже заговорили, давайте просто вспомним, как в те же 30-е годы прошлого века вчерашние доносчики и палачи сами оказывались по другую сторону стола в допросной НКВД. И для них все, между прочим, все печально заканчивалось. Я к чему сейчас веду? А просто можно сколько угодно думать, мол, я теперь на коне, я бласкан начальством, мне можно все. Вот только долго такое на коне не продолжается. Забираясь слишком высоко, растет и риск однажды с этой горы свалиться, причем с треском. Хорошо, давайте советскую историю оставим в покое, переместимся поближе к нам. Помните такого Антона Красовского? Ну, помните, наверное, еще. Пропагандист и негодяй был в свое время похлеще Соловьева. Вел себя, как откровенное быдло. Хамил, визжал, оскорблял всех подряд. Нес в эфире такое, отчего волосы вставали дыбом. Даже у самих пропагандистов в какой-то момент этот упырек, подозревая, просто надоел своим хозяевам, получил мощного пенделя. Было? Я идиот. Нет таких жизней. Я не прошу меня простить. Я прошу меня понять. Дурака понять. Я виноват перед своими друзьями, товарищами, перед коллективом Арти. Я виноват перед всеми матерями, кто в ужасе услышали этот текст. Я виноват. И вину... И вину этого я понесу с собой. Замечательно. Поразительно. Гениально. Впрочем, Красовский еще легко отделался. Ему всего лишь сломали карьеру. Но он на свободе. Возможно, уже даже не в России. Где-нибудь на островах греется. Давайте вспомним, сколько после выборов под раздачу попало до тех же чиновников и депутатов, в том числе и справящего ядра. Не помог им партбилет. Блин, в какой-то момент как понеслось. Арестован Пупкин. Задержан там еще кто-то. Предъявлен обвинение там еще кому-то. Мы неоднократно у себя в эфире такие истории рассказывали. А ведь те чиновники наверняка тоже были уверены, что они неприкасаемы. Что машина репрессии их не заденет. Ну как, я же в команде, я же свой, я же человек из системы. Да вот только это все иллюзия. Система всегда пожирает своих детей. Причем гораздо быстрее, гораздо жестче. Да, она их пожирает, чем возносит. Там нет никаких своих. Там все толкаются локтями, мечтая скинуть вниз того, кто забрался чуть повыше. Ну, для того, чтобы хотя бы место у корыта, например, занять. Много раз произносил эту фразу, но, повторяю ее снова, в политике не бывает друзей. В политике есть только попутчики, которые бегут рядом до нужного им поворота. А дальше каждый сам за себя. И это аксиома. Басманный суд Москвы арестовал заместителя министра обороны Тимура Иванова. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Преступление, по версии следствия, он совершил в составе организованной группы при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд военного ведомства. Максимальное наказание по этой статье 15 лет колонии, но предстоящие два месяца Иванов должен провести в СИЗО. Еще накануне днем Иванов участвовал в заседании коллегии Министерства обороны, а через несколько часов его задержали и доставили к следователям центрального аппарата СК. Как сообщает ТАСС, в разработку Иванов попал давно. Материалы обвинения основаны на показаниях свидетелей и на результатах оперативных мероприятий. Так вот, продолжим. Все-таки объясняю, почему я считаю, что сами чинуши не захотят ужесточить законодательство настолько. Для начала вернемся в март текущего года, в день, когда огласили результаты выборов президента. И вот тогда я предположил, когда меня спросили, вот сейчас репрессии будут, так вот тогда я предположил, что, скорее всего, народ пока трогать не станут. Чистки должны начаться вновь в верхушке. Ну и самое главное, что интересует, наверное, всех, а что нас ждет после выборов? Кое-кто думает, что репрессии ужесточатся, а закручивание гаек станет гораздо более жестким. Кто-то вообще 37-й год прогнозирует, я же считаю, не так, нет. Мне почему-то кажется, что нас как раз ждет оттепель, имеется в виду нас с вами, простых смертных, наверху, возможно. Что-то начнется, но народ трогать не станут, во всяком случае, пока. Да? Причин тому несколько. Мне после многие писали, мол, что ты за чушь городишь, сколько тебе заплатили и бла-бла-бла, ну согласитесь. Я ведь прав оказался, теперь о причин. А дело в том, что идея чистки в верхах давно назрела и витала в воздухе. Ну, хотя бы потому, что в Кремле не идиоты сидят, и даже они там, несмотря на то, что живут в иллюзорном мире, но и они уже поняли. Ни кровати надо переставлять и не гонять недовольных, пора избавляться от трудней, которые действительно являются первопричиной нынешнего хренова. Пока совсем все не грохнуло, и санкции давят, экономика падает, цены растут, деньги заканчиваются. Об этом, кстати, в следующем выпуске поговорим. А трудней все с какими-то ветряными мельницами. Воюют до сказки, рассказывают про счастливое завтра. Причем в последние годы чинуши в принципе ничего не делают. Ни хрена от слова вообще. Раньше хотя бы видимость бурной деятельности изображали, а теперь... Теперь тупо в пропагандистов превратились, которые бегают по телевизионным каналам, языками мелют. Да деньги по карманам рассовывают, пока есть что рассовывать. Воруют сотнями миллионов, сотнями миллионов. Уже несколько десятков уголовных дел выпуждено. Про арестованных генералов говорить не стану, об этом вам телевизор расскажет. Мое любимое импортозамещение. Давайте снова помянем добрым словом. 15 лет. 15 лет, блин, чиновники и депутаты дули нам уши. Мы тут активно импортозамещаем что-то при чем. Дули ведь они уши-то не только нам с вами, но и своему начальнику Путину. Которому, вероятно, это не очень понравилось в итоге. Сегодня мы поняли, что этот технологический продукт, компьютер без кремния, может иметь применение в сфере образовательной. И то, что мы подготовили сейчас, это, собственно, вот есть компьютер, который используется для обучения школьников. Сегодня в него закачан полный комплект учебников по всем дисциплинам для шестого класса. Причем, ну это не просто комплект учебников, они адаптированы для компьютера с гиперссылками, как положено. Естественно. Тонны бюджетных денег влили в это импортозамещение и импортозамещение. Простите, а на выходе? А на выходе 0,0-хрен десятых. Когда пришло время начать пользоваться этой импортозамещенной продукцией, просто от безысходности даже выяснилось, что нет ничего. От слова совсем. В мае 2022-го Клиша с прямым текстом заявил о провале данной программы цитата. Успех импортозамещения существует только в бравурных отчетах отраслевых ведомств. В реале мы все профукали. Прости нас, Юра. Мы все... И даже сейчас ведь продолжают песни петь, сказки рассказывать. Пожалуйста. Статья в КП от 8 июля. Два дня назад дело было. Зампред правительства Подмосковья поведал, как Московская область преуспела в этом самом импортозамещении. В тот же день в правительстве России заявляют, что заместить что-то в текущей ситуации, в смысле импортозаместить, невозможно. Заявление сделал. Целый заместитель министра промышленности, между прочим. Пиздок. И вот в этом вранье погрязла вся путинская вертикаль. Они там по принципу кто кого переврет, видимо, живут. А вот стои ныне там, повторюсь. Экономика катится в пропасть. Впрочем, еще раз об экономике. О том, куда она катится и когда в конце концов прикатится. Не дай бог, предлагаю поговорить в следующем выпуске. Время, потому что пока переваривайте услышанное, все. Это была реальная журналистика сегодня. Вот так. Подписывайтесь на канал. Лайки, репосты приветствуются. Это помогает продвижению видео. В соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте с темы, предлагайте. Поднимем, обсудим. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok